Молочная кухня в Макеевке работает больше 20 лет. Клиенты говорят, что с каждым годом качество продукции здесь только улучшается. Чего не скажешь о здании и об оборудовании предприятия. Все это уже давно устарело. Процесс переработки молока для младенцев очень ответственный, говорят сотрудники предприятия. Стерильность и качество в этом деле прежде всего, ведь речь идет о самых маленьких. Пока здесь работают по старинке, вручную взбивают молоко, кипятят, затем охлаждают и так далее. Говорят, процесс очень трудоемкий, да и оборудование устарело. Но совсем скоро это будут делать машины. Рождаемость увеличилась и очень тяжело. То есть если мы получали 350 литров в прошлом году в среднем в день, то сейчас у нас продукции на 700 почти литров. Запланировали провести модернизацию и полностью автоматизацию всего труда. Процесс будет закрытый. Качество продукции будет хорошее, такое же, как у нас. Детям нравится, дети любят. Переработка молока будет полностью автоматизированной и герметичной. Это не только облегчит труд работников, но и увеличит в несколько раз производительность и расширит ассортимент. По задумке, макеевская кухня сможет кормить не только своих малышей, но и младенцев в ближайших поселках и городах. Покупатели перемен ждут с нетерпением. Чтобы везде продукция поступала не только на детские предприятия, даже в магазины. И люди будут, по-моему, с удовольствием покупать, и люди будут рады. Уже начали перестраивать и котельную по улице Донецкой. Она отапливает полсотни домов. Здесь установят новое мощное оборудование. Работники теплосети уверены, перемены к лучшему жители района почувствуют уже в первые дни отопительного сезона. Будет людям зимой тепло. Современная и очень экономичная котельная будет. К отопительному сезону должны успеть. Начались работы и по замене водопроводных труб. Их установят в самых проблемных участках города. Это позволит сократить количество порывов и улучшить качество воды. Микрорайон Восточный-2, поселок Свердлово, также микрорайон Западный. И там и Путелича, и Новорабочий. Это все они были связаны на одной нитке. Это обеспечит бесперебойной подачей. Если будет своевременная оплата, то может быть и круглосуточная подача воды. Подрядные организации приступили уже с понедельника к работе в две смены с главной задачей, чтобы максимум, кроме детской молочной кухни, до 1 декабря все объекты закончить. А по котельной, по улице Донецкой максимум до 1 ноября. Но это не говорит о том, что подачи тепла не будет. Мы сможем на параметрах сегодня существующих котлов работать при температурном режиме до минус 7 градусов. И за это время смонтируем новые. В 2009-м государство ни копейки не выделило для Макеевки. В этом году все изменилось. 30 миллионов гривен для решения самых проблемных вопросов уже на счету города. Теперь главное успеть сделать намеченные в поставленные сроки. В мэрии обещают справиться до Нового года. Ольга Шилкина, Владимир Ребриков, Панорама.